Здравствуйте! Если хочешь изменить свою жизнь, начни с себя, считает Марат Башаров, режиссер, постановщик и исполнитель главной роли в проекте «Разговор с душой» за гранью, который стартовал в Казани. Подробнее об этом культурном событии поговорим с гостями студии, актером, автором сценария и поэтом Ренатом Абяновым и продюсером постановки Азатом Галямшиным. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Очень рада вас видеть. Расскажите, пожалуйста, о чем ваш проект и в каком жанре он представлен? Наш проект «Разговор с душой за гранью» он о вечных ценностях. И этот проект уже третий год в своих видоизменениях проходит в Москве и по регионам. И он уникальный тем, что он не только в России, но и в мире. Никто о вечных ценностях не говорит, как мы. Это что-то совмещенное с театром, мюзиклом, шоу и даже балетом, можно сказать. То есть мы соединили несколько разных жанров, сделали кросс-жанр и в современной форме попытались донести сложные темы. Да, интересно. Вот герой, которого играет Марат Башаров, это успешный бизнесмен, который ведет беспечную жизнь. И к вере, и самопознанию он приходит, будучи на грани смерти. Ваша постановка – это притча, урок, наставление? Безусловно, наша постановка – это притча, это некий срез, там, где каждый персонаж, он отображает одну и часть современного общества. Поэтому вот тот формат, который мы выбрали, мы очень долго, много лет искали тот формат, где бы мы могли выстроить диалог между обществом и, например, людьми, представляющими духовность. Потому что, к большому сожалению, мы можем сейчас наблюдать, что некий кризис духовности, он уже обозначился. И мы бы хотели показать своей постановкой то, что мы готовы к диалогу. И, соответственно, дать возможность людям увидеть в одном из персонажей себя. И вот, что касается первой части, что касается второй части, нам, как участникам, нам, как организаторам, приятно, то, что люди, приходящие на постановку, люди ее видящие, говорят о том, что где-то они увидели себя, где-то они увидели ту часть их жизни, в которой они уже были. И где-то это дает им возможность, дает некий стимул более созидать, например, где-то измениться. И это дорогого стоит. Вы знаете, когда первая часть была, мы немножко формат поменяли, и представление было в Крокусе. Я шел по залу, и стояло две женщины с детьми. И одна женщина, другая, говорила, поедем зайдем к маме. Она вроде здесь недалеко. Женщина говорит, нет, давай в следующий раз. И маленькая девочка говорит, мама, мама, ты же сама слышала, что нельзя откладывать хорошие дела, поедем сейчас. Они так подумали, говорят, поехали. Я думаю, ну, иначе мы попали. Да, все-таки достучались вы за сердце. Геннад, вы помимо того, что являетесь автором сценария, вы еще играете одну из главных ролей. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее. Ну, сложность в том, что в первую очередь я имам, и уже потом, так сказать, и поэт, и все остальное. Роль сложная, потому что я играю человека, существо, которое отображает зло. Ну, наверное, с одной стороны, легче играть, потому что такая роль, она дает много возможностей на сцене. А с другой стороны, легче играть почему? Потому что по долгу своей службы приходится общаться с людьми, приходится видеть разные жизненные ситуации. И они становятся тебе настолько... То есть вы пропускаете как-то через себя, получается, да? Да, совершенно верно. Как некое сито ты пропускаешь через себя, и уже потом ты хочешь дать некий ответ. Знаете, проповедь, она может быть разная. К большому сожалению, не всегда люди приходят в мечеть. Далеко не всегда приходят люди в мечеть. А условно говоря, когда мечеть приходит человеку и говорит, давай поговорим по душам, это подкупает. Конечно. И люди вот к этому диалогу, они готовы. Но роль сама по себе сложная, эмоционально сложная. Но я надеюсь на то, что все-таки в основе благие, благородные намерения, и Всевышний дает сил, и по мере своих скромных сил я пытаюсь ее как-то вот показать на сцене таким образом. Донести до людей. И донести, да, чтобы люди поняли, а зло – это хорошо. Это нехорошо. Я просто вам скажу, что Ренат, который сидит сейчас здесь, и Ренат, который на сцене играет джинн, это два разных человека. Правда? Согласен. Ценности, о которых вы рассказываете в своей постановке, они всеобъемлющие. Вот можно ли сказать, что понятен спектакль для людей всех вероисповеданий? Безусловно, потому что в нашем проекте участвуют не только мусульмане. В этом году к нам присоединился Александр Головин, который с большой радостью и энтузиазмом включил свою работу. Поэтому мы говорим, в принципе, об общих ценностях. Но, в принципе, авраамические ценности не так близки. Но поскольку на них зыждятся просто и общечеловеческие ценности, поэтому каждый человек, который придет, независимо от вероисповедания, от своего отношения к миру, к жизни, к духовности, он этот спектакль почувствует. Вот вы говорили о видоизменениях проекта. Вот это уже вторая часть, да, мы так поняли? А будет ли продолжение? Вы знаете, мы поняли, что этот формат однозначно удачный. И изначально этот проект назывался «Мавлит Аннаби». Он организован Духовным управлением мусульман Российской Федерации и Духовным управлением мусульман Москвы. И раньше он проходил как концерт. Десять лет он проходил как концерт. И когда уже на десятый год пригласили Махер Зейна, самого известного исполнителя духовных песнопений в мире, столкнулись с небольшим таким тупиком. А что дальше? Выше уже некуда, некого приглашать. И вот тогда, в частности, под руководством Ренатова, идея такая была предложена, сделать это в форме театрализованной постановки. И это однозначно заходит. Вы знаете, я специально сижу в зале. Продюсер – это такой человек, который работает очень многие месяцы до мероприятия. А на мероприятии он может сесть и посмотреть все из зала. Третьим планом в глубине. Потому что его работа заканчивается. И я вчера сидел, вы знаете, сперва рядом со мной сидела девушка. Сперва она плакала так чуть-чуть и пыталась... Прикрывалась. Прикрывалась. Потом она уже стала ее потрясывать. А в конце она, знаете, так плакала, что ей уже было все равно. Потому что ее эмоции просто выходили наружу. И я наблюдал за залом. Многие, многие не только пускали одну скупую слезу, а действительно даже рыдали. И для нас это высокий показатель. Значит, этот формат однозначно удачный. Мы будем его продолжать. Но хотим снова придумать еще какие-то вариации. Это замечательно. Мы знаем, что вчера был аншлаг. Мы желаем вам аншлагов на каждом выступлении. Спасибо вам огромное, что пришли к нам с утра пораньше. И до новых встреч. Спасибо большое. До встречи на наших проектах. Спасибо большое.